Сегодня утром фирменный московский поезд привез в Ульяновск потомков родственников Владимира Ильича Ульянова Ленина. Они приехали на 95-летие Дома-музея Ленина. Первой вышла на перрон Ирина Михайловна Басова, которой уже 91 год. Следом за ней 81-летняя Наталья Николаевна Корчевская. Ее сопровождал сын Дмитрий Корчевский. Ирина Михайловна и Наталья Николаевна – прямые родственники Любови Александровны Ардашевой в девичестве Бланк, родной сестры Марии Александровны Ульяновой Бланк. Это внучки ее дочери Евдокии. Владимиру Ильичу Ульянову Ленину они приходятся внучатыми-племянницами. Ирина Михайловна Басова вспомнила, что лет 15 назад она уже была в Ульяновске. Мы еще с матерью ехали на пароходике, и пароход тут стоял часов в 6. И мы, конечно, были в музее Ленина, и по городу похудели тогда. Было очень интересно. На этом же поезде в Ульяновск приехала Ирина Викторовна Ардашева, внучка Владимира Ардашева, сына Любови Александровны Ардашевой Бланк, которая сохранила историческую фамилию. Сейчас ее семья живет в Тверской области. К слову сказать, Ирина Михайловна Басова и Наталья Николаевна Корчевская виделись с Ириной Викторовной в раннем детстве. Спустя десятилетия они вновь встретились в Ульяновске. Прямо на перроне Ирина Викторовна рассказала о себе и про своего деда Владимира Ардашева, двоюродного брата Владимира Ульянова. Они вместе родились в Кокушкино, вместе учились, вместе росли, дружили, поступили в Казанский государственный университет. И я тоже сюда поступила потом, в историко-филологическое отделение журналистики, и видела парту, где сидели мой дедушка и Владимир Ильич. И когда Владимира Ильича исключили, мой дед тоже за ним уехал в Петербург. Такой документ был найден, чтобы помогать ему. Они дружили и вместе оттуда уже, по своей воле, он уже не захотел учиться в Казанском университете. А никогда вам не мешало то, что вы родственники Ленина? Или были такие моменты, когда боялись говорить об этом? Ну, мама с самого начала, она же была, собственно, воспитанной Дмитрием Ильичом Ульяновым, она с ним встречалась. Очень хорошо тоже к ней отнесся, давал различные советы. И в том числе он ей сказал, я бы тебе замуж тут отдал, в Кремле, конечно. Но знаешь, вот смотри, за нами наблюдает черный ворон. И как это на тебе отразится, на твоей судьбе? Может быть, вначале будет очень хорошо, а потом у Сталина непредсказуемый характер, а потом будет очень плохо. Лучше не касаться политики, лучше не лезть в политику, лучше быть от Москвы немножко на расстоянии. И мама следовала этому завету. Печально, но это факт. Много лет Ирина Викторовна вместе с семьей жила в Узбекистане. Теперь, вернувшись на родину, она два года не может получить российское гражданство. С Ириной Викторовной приехал в Ульяновск ее сын Владислав Волков. С ним знакома уже вся страна. Он был участником передачи «Пусть говорят», где с ним познакомилась заведующая домом музеем Ленина Татьяна Брыляева. И таким образом узнала об еще одной ветве потомков Ленина. Встреча родственников была продолжена в доме музея Ленина. Заведующая музеем провела небольшую экскурсию по экспозиции. Здесь же гости ответили на вопросы журналистов. Один из них касался перезахоронения Ленина. Ну, вообще-то я-то думаю сама, что все-таки им в Петербурге легче лежать рядом. Я так думаю, что все-таки им лучше лежать рядом. Но с другой стороны, мавзолей является реликвией Москвы. Значит, на этот вопрос еще надо подумать. Торжества, посвященные 95-летию Дома музея Ленина, будут продолжены 9 декабря в Ленинском мемориале. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Ульянской правды.